Добрый вечер, друзья! Сегодня мы опять поиграем с вами в Dungeon Crawl Stone и Суп за магом. У нас жив и здоров еще Дракониан Кристоф, бесполезный паровой дракончик, который почему-то до сих пор жив. Что ж, привет тем, кто смотрит в онлайне и тем, кто будет смотреть это в записи. Так, сейчас разберусь, или у меня нормально запустилось на СК2ТВ. Что СК2ТВ? Что-то то ли полагивает, то ли еще что. Я не вижу почему-то плеера Кибергейма на нем. Куда он делся? Хитрый зараза. Вот. Не вижу и все тут. Напишите мне, пожалуйста, плеер Кибергейма есть или нет. Вот. Потому что я его не вижу. Привет, Алгол, Снегами, Хитшадоу, Ауриган, Дев Дриммер, Кобальд, Макс, Хамур. Всех вас рад видеть. Нет-нету, говорят. Окей, сейчас будем разбираться. Кибергейм, Дэдмастер, Ченнел Плеерс. В настройках плеер указан, но почему-то его нету. Странно это все. Вообще лагается, когда почему-то очень долго подгружается, все как-то так неспешно, медленно. Для него, в принципе, это нормально. F5 появилась? Серьезно, слушайте. Я зря тут редактирую, да? Ну ладно. Тогда давайте переключимся на игру. Не будем заниматься техническими вопросами. Когда стрим пошел, я перезагрузил страницу, пропал в Кибер. Ха-ха-ха. Отлично. Просто у кого-то пропадает, у кого-то появляется. Да, Инсайд, привет. Зефин, к тебе тоже привет. Мы только сейчас закончили прохождение лабиринта и нашли там божественное ничего. В общем, там почти ничего ценного не было. Какие-то два посоха только нашли. Какие-то у нас кольца есть неизвестные, которые я до сих пор не определил. Нужно посмотреть. У нас в инвентаре это все. Я вот жму на кнопку инвентаря и они открываются. Чему спрашивается? О, нормально. Кольца магические. Амулет магический тоже какой-то неизвестный есть. Нужно это все определить. А для этого нам нужны свитки. У нас есть свитки идентификации. Давайте заюзаем его. На чем? На чем, например. На вот этом кольце, например. Золотом. Это кольцо стелса. Не очень полезная штука. Кстати говоря, у нас стэш-то есть вообще, потому что мы уже в лейере 6 находимся. Давайте в лейер 2 отправимся. К стэшу. Насколько я помню, у нас там должен быть... Какие у нас есть заклинания. Ох, вспомнить бы еще. Стоун-эрроу. Фаерболл. Айрон-шот. Все, что нужно для жизни, на самом деле, имеется. Ну, давайте стрелками забьем этого гиппогрива. Ну, а привет, Райгун. Привет, Барабрава. Привет, Вишу. Кольца все же одеванием определяются. Ну да, я что-то не въехал, видимо, еще в игру. Немножко туплю. Сейчас немножечко, так скажем, втянусь и перестану заниматься ерундой. Вот, например, свитки определяются использованием. Свиток Бренд Вёп он называется. У нас есть копье, и если мы на него применим, то оно покрывается тонким слоем льда. И становится копьем льда, копьем замораживания. Прикольно, конечно. Минус 5 баклера нам, конечно, не нужен. И, насколько я помню, вот здесь у нас был стэш. Что мы выбросим? Во-первых, палочки есть у нас лишние. Ванду в колд, наверное, оставим. Маджик дарты не нужны. Диггинг, дрейнинг, паралич. Да, давай, Ванду в колд тоже оставим здесь же. Как тебе видеоролик из комментов для дракона? Я не помню, видел или нет какой-то видеоролик, и что за комменты для дракона. В общем, не совсем понял, о чем речь идет. Фетик Клауд теперь не имба? Не, не имба. Имба облака нет, к сожалению. Да, оно просто не нужно. Сделаем вид, что мы и без него себя чувствуем хорошо. Как ты себя чувствуешь? Да средне так, в общем. Бывало и лучше, скажем. А дракона переделать возможно? Нет, невозможно. Это уже на всю жизнь. Ты бракованный, и ничего не поможет. Ринг оф стелс, нахуй, не нужно. Мэджик поинт и странжа дикста. Прикольно. Еще один ринг оф стелс. Ринг оф визор дарит две штуки. Одну выбросим. Вот у нас есть как раз со странжой интой. Вот это хорошее кольцо, потому что инту дает. Здесь он дает нам резист к яду. Это резист к яду. Это, наверное, то, ради чего это кольцо нам понадобится. Бонус к магии огня. И плюс к инвизу. Это кольцо мы оставим. А вот это кольцо с монопоинтами выбросим. Наденем вот это кольцо. Вместо кольца визора древременно. Это рингу фаер. Рингу фаер нам не нужен, потому что у нас есть фаер-эффект на каком-то другом кольце, насколько я помню. Да? Да. Так, что-то я слишком лишнего повыбрасывал, да? Да нет. О, да. Кольцо, которое мы не надели. Оно как раз имеет фаер. Вот эта штука. Снегами, говорит, вот так растешь. Растешь всю бац. А всю жизнь и бац. Правая склонность в мир электричества. Надо такой стимпанковый, весь классный. А все вокруг тебя не понимают. Думают, что за безнадега? Что за трэш? Большой щит, наверное, выкинем тоже, потому что он нам не нужен пока что. Посохи нужно идентифицировать. Идентифицируем их, взяв в руки. Ставфу фаер. Этот посох увеличивает нашу магию огня. И уменьшает магию холода. Он защищает нас от эффектов огня. И можно напрямую его использовать, если у нас есть и локейшн, и магия огня. Кстати говоря, с магией. Мы как раз магию огня качаем. Конжирейшн и доджинг пока что. Аликс говорит, привет, Дайс. Это дефектный дракон. Да, он до сих пор жив. Действительно. Ставф оф оф проклятый. Так, что еще можно понадевать, чтобы можно было это идентифицировать? Больше ничего. Значит, нужно снимать проклятие. Взяв в стриме в киос. Ставф оф оф можно пока что в руках держать, потому что он магию земли делает круче. Если мы посмотрим, то это никак не отражается. Но магия земли стала круче ли? Вот в чем вопрос. Давайте попробуем заценить. С этим посохом и с этим посохом, по-моему, выше магии земли. Вот, например, Rapid Deconstruction, Petrify, Iron Shot. Да запомнили. Да, немножко становится лучше. Ну, не то, что прям сильно лучше, но немножко, да. Посох огня, наверное, я сейчас с собой брать не буду, потому что у меня магии огня пока что нету, почти что. Так, это ванды здесь у нас. Здесь у нас будет оружие. Тут всякие посохи, например, и прочее. Дальше. Книги. Что мы можем замеморайзить? Замеморайзить мы можем. Шок, пасвол, статик, здесь чарж, призму, ликвификейшн. Аппортэйшн, кстати, не самая плохая штука. Можно ее взять, было бы. Самон Бетерфляйс тоже бывает полезно. Так. Такима Данс. Тоже как-то меня все уговаривали. Молодая, крутая штука. Бери, не пожалеешь. Бултов магма, к сожалению, пока выучить не могу. Шаттер. Это заглядывание вообще девятого уровня. Раскалывает. Напрочь. Ладно, пока что книги здесь положим. Будем потом учить, когда вернемся. Что еще? Поушины. Свитки, 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 свитки. А, ну да, я просто бросил все книги. Там меня заставили немножко еще почитать. Нажать пробел при этом, чтобы до конца прошла вся вот эта текстная информация. Так. У Дракоши больше никаких метморфозов на следующих уровнях не ожидается? Нет, вроде не ожидается, насколько я помню. Она еще количество мана для каста уменьшает на Закал. Она, она... Она это посох, наверное, да? Угу. Апортейшн, бери бабочек, говорит Нум. Ну, вообще, в принципе, в этом есть смысл. И Шадл за Тукиму, да, он сголосует. А вот Нум говорит, что Тукимун, да, это шляпа. Я вот, кстати, тоже почему-то больше этого придерживаю, что шляпа. В опасных ситуациях, когда вам реально нужно какое-нибудь заклинание, которое вам не хватает, обычно рядом нету большого количества валяющейся всякой фигни, вроде оружия, которую можно взять и внезапно поднять. Если беда приходит, то она приходит обычно внезапно, и вы к ней не подготовлены. Большим количеством оружия, а разбрасывать прямо у себя из инвентаря оружие, да ну нафиг, как бы, вот, неинтересно. Угу. Привет, Дарк Макс, да... Рейгун насчет она, говорит, да, это палка земли. Ну, окей, посох будет она, палка земли. Виттл пишет, что про... Читай в... Так, какое сообщение вверху? Где? Где, где, где? Кручу, верчу, и вы слишком быстро пишите, и у меня прокручивается обратно-назад. Дайс, бесплатный совет. Как зачистишь пятый волт и кастером, спускаешься, юзаешь с видок... Гребаный рычат, да чтобы его там порвало, этого хламона, на части. Вот просто серьезно, как так можно кодить, когда у вас прокрутка не до конца, то добавление какого-то элемента в список не должно менять позицию прокрутки. Прокрутка должна меняться только тогда, когда у вас самый конец прокручена. Тогда автоматом она дальше крутится. Элементарная вещь, вот, в юзабилите, вот, почему ее нельзя сделать? Потому что она где-то на стройках спрятана. Ну, я почему-то очень сильно сомневаюсь. Кстати, настройки на другом экране вызываются. О, да. Просто 10 из 10. Я теперь не могу его еще и прокрутить теперь вообще, потому что экран с настройками на другом мониторе, а на этом мониторе в полноэкранном режиме кролл. Ах, просто супер. Закройся ты. Вот. Горит просто, вы бы знали, как, наверное, сейчас огнетушитель нужно будет тащить. Этот рэдчат. Рэдчат по юзабилити просто ужасен, честно скажу. Я, наверное, не очень склонен вот так вот внезапно, к каких-то порывах и гнева, и подгорания, начинаешь что-то называть. Ну, в общем, что-то ругать очень сильно, но серьезно. Вот, чтобы сделать дополнительный чат, который можно вводить в стрим, это такая боль. Когда вы добавляете отдельные там источники чата, это такой тупняк вообще. Просто тут, например, есть возможность сделать два в окне разных подокна, как бы. Ну, не буду я, в общем, в этом говорить. Мы играем в Dungeon Crawl. Все, хватит. Мне нужно просто прокричать сообщение и дочитать. Спускаешься, юзаешь свиток и малыш на свиток фира, моба начинает разбегаться, убиваешь одного, и вот что получается. Там дальше линк. Нагивку, в которой... Все в огне просто. Как будто бы инфернально выжгли там весь уровень. Печаль. Конечно, для всех, кто там жил. Ладно. Да, если не хочешь Dungeon Sprint проходить, если дракоша не полетит. Не, не очень. Я хочу игру пройти, мне это более интересно. Понимаете, развивать персонажа как-то вот в классическом варианте мне больше нравится. Хотя Sprint тоже вариант неплохой. Когда вы уже устаете, вы там десятого персонажа слили, то почему бы в Sprint какой-то не поиграть? Чтобы слить еще 20 персонажей, конечно же. Да, если тебе просто нужен еще один монитор, говорит снегами, как это поможет чат, чтобы прокручиваться нормально сделать? Хотя можно на каждом мониторе свой чат вывести. Ужас вообще. Ну, да, знаете, третьего монитора не хватает. Согласен. На самом деле есть такое. Но его не хватает очень часто. Ты же, я прошел несколько раз. Ну, в Эфинг я прошел не на 15 рун, и я не проходил магом. Нормально. Так, остановить чат. Да, чат остановись. Не, не, не надо. Все нормально. Как бы я уже прочитал, можно дальше писать, что угодно. Хотя бы без этого, я уверен, не остановились. Есть ссылка на правильный монитор. Нет, это не монитор вообще. Сприган с новым богом тенью вообще в Сприганах уничтожает все. Ух, HeShadow. Надо попробовать. Вот, знает, HeShadow знает, как заставить меня задуматься о чем-то. Да... Че такое вообще? Я же на Shift нажал. Так, окей. Выбросить. Magic Mapping оставим. Fog оставим. Enchant Weapon выбросим. Brand Weapon выбросим. Временно выбрасываем. Потому что те вещи, которые там Enchanted что-то, что-то... Что-то делают. Позволять заклинания, забывать и так далее. Такие вот элитарные вещи, которые в бою не нужны, мы их оставим у нас в стэше. Вот, а остальное с собой будем таскать. Я думаю, еще можно еды немножко выкинуть, потому что... Ну, кому она нужна? 16 хлебушка и сойдет. Хлебушек это наше все просто. Resist, Restor Abilities надо тоже, кстати, оставить тут, наверное. Хотя, почему не взять с собой? Да нет, выбросим. Так, Hill Wounds, Flight, Brilliance, Haste. Вот таким набром дальше пойдем. Окей. Дэд Риммер говорит, самое время поставить на стрим банку баклажанной игры и выдохнуть. Да, я, кстати, на самом деле познал дзен баночки и вообще вот таких вот вещей, когда вы делаете тупо стрим ничего. Это очень хорошо позволяет отдохнуть и подумать немного, так сказать, out of the box. Ну вот. Че, у нас тут вход в какой-то бранч, да, в болото здесь вход у нас. Какие бонусы дает дракон как раса? А у него там есть несколько вариантов. Драконы разные бывают. Бывают драконы черные, красные, бывают драконы, не знаю, паровые, вот как я, например. И у всех разные бонусы. То есть у правого дракона там бонус на резист к пару. Что? Какой резист к пару? Вы что-то шутите, что ли? Ну да, вот резист к пару и паровое дыхание. Я думаю, Гейб должен быть горд этим маленьким дракончиком, потому что он несет его идеологию в мир, по сути. Идеологию хороших покашных игр. Так. Съедим мясо за счет того, что получим резист к яду-то. Такой вот трик с небольшой. Снимаем одно кольцо, надеваем другое. Привет, Аспет. Ты еще расскажи, с чего Steam начинался О, Санцеликий. Steam начинался с чего? С того, что они просто... Нет, я точно полностью эту историю не знаю, но они сначала делали небольшой магазин для сохранения собственных игр, и потом они, собственно, его развернули в более крупномасштабную версию, вообще, платформу для игр в целом. Ну, как бы мне вообще я на все на это. Как истинному паладину, если вы помните, о чем я. Вот. И мы давайте все-таки геймплеем займемся. А то я когда отвлекаюсь, я думаю, разные ерунди не связаны с игрой. Это заканчивается обычно плохо. Что мы нашли? Свиток Страха. А это что такое? Какая-то флуоресцентная палочка сияющая. Сейчас я попробую идентифицировать. Погоди, еще политику не обсудили, говорит Курл Мак. Ну да, точно. Я вот, знаете, насчет политики, что хочу сказать? Вот делал я объявление сегодня, а еще я делал анонсы на SK2TV Good Game. Ну, там есть возможность выставить, в какое время начнется стрим. Когда я делал анонсы, то на SK2TV, например, анонс нужно делать по местному времени, по самарскому, а на Good Game нужно делать по московскому времени. Кому надо за это спасибо сказать? Конечно, дяде Путину, потому что взял наш великий солнцеликий правитель, которого, кстати, журнал Forbes назвал в этом году самым влиятельным человеком. за то, что он кладет свои различные органы на все мировое сообщество и делает то, что хочет, а не то, что нужно. Вот он точно так же положил свой половой орган на Самару и сказал, у вас опять будет время свое собственное. Потому что, потому что, ну, потому что будет, вот. Я теперь должен в памяти хранить не только, что нужно плюс-минус один час в какой момент делать, а в тот момент, а еще где его делать нужно, а где его не нужно делать. Удобство зашкаливает. Сегодня день удобства. День юзабилити просто. По идее, все должно быть в местном локальном времени на всех сайтах. То есть, как бы Goodgame виноват на самом деле. Да, вот, Goodgame это ты. Странно, США кладет свое хозяйство на все мировое сообщество и бомбит неугодные страны. Ну, вот насчет бомбит, если бы мы поговорили на тему бомбит, то, я думаю, бомбануло было у людей, которые считают США мировым плотом зла, потому что когда нет, все, никакой политики. Вы меня разводите на какую-то хрень вообще не нужную. Сейчас тут наболтаю лишнего. Закончится все это плохо. Так, что у нас есть? Iron Shot, да, Fireball. Вообще, Fireball должен хорошо захватить. мне нравится Fireball. На Iron Shot тоже не очень это плохо, да? Аж. Теперь нужно установить... Не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Устанавливаем ману сначала, а потом уже идем вниз. Raygun говорит, не отвлекайся. Это да, это правильно. Бавария, здорово. Правильно, Dice говорит, а то все чуть-чуть не выехали. Ну, вот и я о том же. Дэйв Дример, меня за философские темы. Да вы что, меня уже философы записали. Ну, уж никогда не считал, что я какой-то человек склонный разговаривать на стриме на посторонние темы. Вот. Есть люди, которые гораздо больше отвлекаются на себя подряд. так. Яки. Что против них хорошо идет? Ну, конечно же, фейербол вообще-то. Только не против таких яков странных, неправильных. Немножко восстановим ману, потому что идти дальше без маны в лейре, где встречаются то какие-нибудь безяки, то катаблепасы, G-фейербол. О, как! А? Хорошо дело идет с фейербольщиком-то. еще разок. Супер просто. Так. Вот таким образом фейерболка вставать не буду. Остану сюда в лягушку, а потом уже фейербол. Бдыщ. И нужно уходить. Тикаем. Встаем здесь. Одного убили. Второго почти забили. Третьего. И у нас маны не хватает, еще мы в Дарихангре. Это очень опасно, потому что можем от голодухи просто двинуть коней. яки сильно на овец похожи. Ну, а че? Конечно. Разделаем еще больше яков. Ммм, вкусные яки. Выкидываем, наверное, вот тут сгнившее мясо. Покажи плейс статы. Да вот статы же отображаются. Смотрите. Стрэнжа, энта, дэкса, даже второстепенный. Там, армор класс, эвэйжен, шилдинг, экспириенс левел. Так, у нас шилдинг 11. Шилдинг 11, да? Этого должно быть достаточно полностью для убирания всех минусов от щита, насколько я помню. Навыки. А, ну, навыки, вот у нас они такие. С плейкастинга 10, конжирейшн, с файрмэджиком тихоньку качаем. Долженка врубил вместо файтинга сейчас немножко покачать, для того, чтобы равномерно как-то у нас скиллы на выживаемость прокачивались, потому что со временем у вас скиллы как бы становятся более высокоуровневыми и требуют для повышения больше очков опыта. Соответственно, качать, например, файтинг постоянно может быть довольно невыгодным. Если их перемежать, то мы получаем как бы на текущем уровне достаточный бонус от всего. Что такое дача из К2ТВ? Почему у меня вопрос в Дарк Макс? Я что-то про дачу говорил. Кржелчик говорит, а ты почти как Гарклав. Слушай, пожалуйста, не сравнивай меня с Гарклавом, вот серьезно, это очень плохая идея, потому что Гарклав и я в большинстве вопросов кардинально просто на 180 градусов расходимся во мнениях во всех. Вот. и такие сравнения, они абсолютно не в тему. Землю врубим, тебе надо уменьшить ману и хангри для земли. Не, нам нужно еще для фэрбола уменьшить, как бы, понимаете, магия огня, она очень важна. А, что нам нужно из земли? Репиде Констракшн и Ареншот, наверное, да, вот эти неплохие вещи. Репиде Констракшн заметьте, я пользоваться реже стал плохо. Так, давайте подходить вот так вот ему с фэрбольщиком. Опа. И еще один фэрбольщик, наверное. Так вот, хоп. Если фэрбола кушать хочется. Фэрбол очень зараза. Такое нажористое заклинание, которого все время хочется есть. Унизил Гарклава? Нет, почему унизил? Я просто сказал, что мы в разных мни совершенно расходимся по большинству вопросов, у нас противоположные мнения, и поэтому нас не стоит сравнить, в чем здесь унижение, как бы, вот, не надо этих попыток провоцировать здесь. Пика их не пробивает? Не, пик на самом деле хорошая вещь, скажу вам. Кстати, посох надо в руках держать, чтобы у нас лучше было дело с магией земли. Сила земли вообще, как оказывается, тащит просто дико. И когда на прошлом стриме открыл статистику по Денжин Кроллу, ну, на официальном сайте, там, по-моему, хайскор или еще что-то типа того мне линковали. Так вот, там топовые ребята, очень многие играют за магов земли, то есть начинают, по крайней мере, как магия земли. Я удивился, но оказывается, магия земли действительно тащит. У нее очень большой урон, а это как раз то, что нужно, чтобы выживать. Нужно быстро убивать врагов. Вот, это крайне помогает. Огурец животворящий, да он самый, конечно. Айроншот тащит из-за физурона. Да, это тоже. Так, ну что, надеть кольцо или не надеть? Нет, он там, гиппогриф появляется. Не будем фаербол использовать, пусть к нам подойдет сам. После этого довольно эффективной каменной стрелой я бы попробовал его убить, если бы у меня не кончилась мана. Еще она у нас остает. А не, вот не остается, все норм. Копьем, наверное, затыкнем эту птицу. Да, вот так вот себя. А потом съедим. Палочку затестим. О, точно, кстати, все забываю про палочки. Наверное, потому что я ими очень редко пользуюсь, и палки это довольно хорошая вещь. Они как бы такой, знаете, забастной вариант на тот момент, когда у вас там маны не осталось или когда какая-то ситуация очень тяжелая и вам нужно что-то сделать экстренно. Это просто палочка огня. Фигня полная. Пушин резиста. Так, слоники. Вот слоников мы будем деконстрикшеном или шаттером. деконстрикшеном на D бить, потому что они сейчас рядом с стеной. эроншот на H. У меня что-то как-то стрелы не очень хорошо заходят, заметьте. Вот ароншот, да, ароншот другое дело. Пушины выпьем из Shadow вдруг Beneficial Mutation. Ну да, Эликспа. Согласен, такое бывает, но я обычно пушины не пью. Я все пушины пытаюсь идентифицировать до того, как их пить. Пушинов Flignification, что бы это ни было. Давайте посмотрим, что это. Пушинов Flignification. Ай. Пушин, который временно превращает нас в ожившее дерево с ветвями, которые могут держать оружие. Это дерево очень устойчивое, но при этом оно приковано к месту корнями на время действия вот этого эффекта и не может телепортироваться. Очень странная штука на самом деле. Привет, слоник. Слушай, а что ты не умер вообще, а? Как бы нехорошо поступаешь. Их слишком много, их по одному очень тяжело убивать с моим монопулом в 31 и довольно слабыми заклинаниями. по идее нам нужно откайтить их, а после этого вот как-то так, да? После этого нужно пожрать, а жрать не дают, заметьте, опять слоники. Где мы можем подняться отсюда? поехали туда. Слоники, слоники, слоники кругом. По идее, я мог бы использовать заклинания каменной стрелы, но это не самая лучшая мысль, которая может мне прийти. Да что же я в гривы-то упираюсь? снизу у нас их есть, а нет, вот тут прям по ходу. фармэджик, отлично, пятого левела. Теперь скушать что-то надо, ну, съеди, наверное, фрукт. Вот, купи слона, говорит, тепло, ну, обязательно куплю, может быть, даже двух. Вот их разрезу на части и буду из слонов мясо продавать. Еще кушать хочется, да? Другой спуск какой-нибудь используем, перед этим сесть на тригенем. Так, кушать хочется все равно. О, Вихумет дарует мне знание отложенного фейербола. Супер. Семь. Ух, ух, нам нужно срочно спелл уровня уметь. Все, выключаем. Спеллкастинг врубаем и его в срочном порядке поднимаем. Нам нужны семь уровней меморайза для того, чтобы дилейт фейербол запомнить. Это очень хорошая вещь. Она как раз позволяет спасти вас в некоторых опасных ситуациях, когда мана кончилась. А вот у нас места для запоминания нету. Надо либо забыть что-то ненужное. А что у нас из ненужного есть? Давайте глянем. Стоун скин, каменная кожа. Ну, я ее не очень часто использую, тем более заклинание второго уровня. Блинк, петрифай, вот петрифай возможно не очень нужен. Хотя он с лирепид деконстракшеном хорошо сочетается. Это такая комба за 9 маны, которая тоже не особо часто нужна. То есть большинство моих ситуаций, которые сейчас есть, они решаются айроншотом, фэрболом, там, не знаю, стон эрором, потом блинком, а петрификацией, каменную кожу и деконструкцию я использую режь гораздо. Забудь блинка, ну, конечно, просто вообще, идея на 5 с плюсом. Лучше забудь репид деконстракшен, может не успеть звучить, а книга с репид все равно лежит. Слушайте, так. букву Germancy. Стоп, 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 стоп. Если мы сейчас туда отправимся, ну, мы, наверное, отправимся, да, то мы сможем забыть, что как раз деконстракшен и, наверное, петрификацию, хотя петрификация для замедления очень неплоха. Стоунскин можешь убрать, у тебя есть возможность выучить форму статуи, говорит Рейгун, да. Что делает быстрая перестройка? Не перестройка, а как бы, ну, разрушение быстрое. Стоунскин можешь убрать, у тебя есть возможность выучить, на это я видел. Так, убери Стоунскин, Сэнд Бласт. Стоунскин, да, Стоунскин я обязательно уберу сейчас. Расстройка, да, есть постройка, а есть расстройка. Оставь труп. О, спасибо. Теперь нужно кольцо надеть правильно, расчленить труп, сожрать его, а потом назад вернуться. Так, что у нас тут есть? У нас где-то есть свиток амнезии, две штуки. Если мы сейчас это сделаем, то у нас будет 4 плюс 2, 6 левелов. Ну, мы можем апнуться до 14 уровня, просто банально. И получить плюс 1. ЛРД не удаляем, очень сильный валт, и против нежити с костей. Ну, спасибо, бурфистайл. Ладно. Скоро ли я погибну, не знаю. Стоунскин с форумом и статуей сочетается, да ладно. Серьезно, что ли? Не, ну я стонскин не использую, просто реально. 171 камушек, да, он для сэндбласт нужен. Так, забываем стонскин, и один уровень получим просто за счет прокачки, либо спилкастинга, либо нашего уровня, следующего, он скорее уровня 14-го. И тогда сразу же дилайт фаербол заучим. Вот, такой у меня план. Как вам? Мне нравится. Давайте, так и сделаем. В этот раз 15 рун решил проходить, ну, в планах как бы да. Так, наша память о каменной коже полностью пропала. Вбрасываем вот этот вот цветок амнезии. Теперь у нас 6 уровней, надо до 7-го чуть-чуть дождать. Так. L7, наверное, да? Или куда мы там шли?